Всем огромный привет! С вами Аркадий Романович. Продолжаю делиться с вами самой свежей статистикой по сигналам системы Cluster Trader. Вчера удалось поймать большое количество профитов, 920 баксов за торговый день. Давайте посмотрим, какие были сигналы. Какие были сигналы в чате? Мы разберем нефть, золото и евро-доллар. Давайте начнем с евро, потом нефть, а потом золото, потому что по золоту были самые большие профиты. Очень чудовищная вчера была волатильность. Я надеюсь, вы тоже поймали классные движения. Но их было очень-очень много. Давайте начнем с евро. По евро первый трейд. Но единственный трейд по евро был один трейд. Всего 4 сделки. Я продал. Опять же, это очень важный момент. Когда рынки волатильны, давайте этот момент зафиксируем. Ведь мы должны понимать, как трейдеры, где у нас преимущество. В каком рынке мы можем получить преимущество и в каком рынке лучше всего работают те или иные сигналы. Вот, например, когда мы видим волатильный трендовый рынок. То лучшие сигналы для нас, опять же таки, я сейчас не говорю о том, что это единственный и самый прибыльный в мире сигнал. Я говорю о том, что работает для нас и что мы используем на постоянной основе. Это ротация бара. Сигнал, когда мы видим импульсное движение, затем коррекция. На коррекции, как правило, появляется противоположного цвета свечи. Если было движение вниз свечи нисходящей, затем идет коррекция свечи восходящей, то есть белые. И затем мы снова ждем, когда свечи станут нисходящими, черными. То есть продолжение импульса или, по-другому говоря, начало формирования нового импульса. Вот, например, любое движение трендовое из чего состоит? У нас есть импульсная волна всегда, перед тем, как разовьется какой-то тренд. Если до этого рынок был в консолидации, ты не знаешь, когда он усилится. Да и куда, вверх или вниз. Но как только произошло движение импульсное, чаще всего, не всегда, но чаще происходит коррекция, неважно какой глубины. Рынок восстанавливается, так называемый первый откат. То есть начинается восстановление рынка. И затем, если цена намерена идти дальше, мы видим начало формирования новой волны, потенциально новой волны. Что свойственно делать трендовому рынку? Делать новый low. Что свойственно делать бычьему? Делать новый high. Соответственно, вот это потенциальное начало нового движения. И вот здесь как раз формируется тот самый сигнал, ротация бара. Или ротация свечи, изменение цвета свечи. Вот здесь мы видим, мы пробили уровень, импульсная волна, пошла коррекция. Мы скорректировали сюда, мы видим бары белые. И затем начинается новый импульс, черный. То есть ты прыгаешь на ранней стадии формирования нового импульса. Очень-очень важно. Если у вас случится, ты поймаешь движение. Если нет, окей, по определенным правилам трейлинг соплоса, ты выйдешь с меньшими потерями. Так вот, сразу вход здесь. Мы видим первый тейк здесь, второй по трейлингу здесь. А потом был еще один сигнал, но это уже более агрессивный сигнал, потому что евро-доллар подходил к ключевым зонам поддержки в районе 1.11. Ровно очень сильная структура. Но то же самое, хочу обратить ваше внимание, пробили уровень, коррекция, белый, затем черный бар. Мы видим раннюю, самую раннюю и психологически комфортную стадию для торговли по тренду. На возможном, еще раз подчеркиваю, возобновлении движения цены. И этот трейд мы с трейдерами взяли в онлайн режиме. Возможно, некоторые взяли и вот этот трейд, хотя он агрессивный. Еще раз евро-доллар тестировал важные зоны. И вот здесь мы видим, что цена чуть-чуть ниже ушла, чем это... Ага, сейчас, секундочку. Чуть ниже цена ушла, чем это нужно было. Ну, не то, что нужно было, а исходя из того, какая структура была слева. И затем мы видим паттерн, стрелочное дно и как сумасшедший рынок выстрелил. Но это не мой трейд, я против тренда не работаю. И я здесь не участвовал естественным образом. Но еще раз, коллеги, необходимо понимать то, откуда приходят ваши большие профиты. В каких условиях? Потому что есть условия совершенно другие, когда рынок бесстрендовый, деструктивный. Вопрос, торгуете ли вы в этом рынке, да или нет. Какие критерии сортировки такого рынка? И если торгуете, то какие паттерны лучше всего работают в этом рынке? И как вы можете сокращать риски, если, допустим, условия не самые благоприятные? Вот, например, когда рынок деструктивный, ты не можешь практически делать деньги. Почему? Потому что движений нет. И либо они есть, но не продолжительные. Поэтому либо тебя вносят по нулям и так далее, либо там микролосс, микропрофит. Очень-очень важно, коллеги, еще раз. Вот это понимание контекста. В каком контексте, в каких обстоятельствах ты торгуешь. Рыночная конъюнктура, можно так сказать. Если рынок волатильный, то лучший абсолютно сигнал ротации бар. Если рынок бесстрендовый во флете, лучший абсолютно сигнал паттерны. Слабые, разворотные, сложные, слабые вершины и основания, плюс стрелочные сигналы. И у нас сразу в голове, ага, волатильный рынок, трендовый рынок. Готовимся входить. Что значит трендовый рынок? Как правило, трендовый рынок начинается после стадии консолидации и первого выхода из консолидации. То есть первое стартовое движение. Вот то же самое, сейчас я вам покажу по золоту. Да, мы здесь видим 15 пунктов и 30 пунктов. По евро давайте к золоту, а потом WTI. Посмотрим, нет, дайте сначала WTI, потом золото. По W был один сигнал, это микролосс. Причем, что интересно, я зашел поздно. Вот опять же таки, ротация бара. И мы всегда с трейдерами говорим об одной важной составляющей, коллеги. Это тайминг. Тайминг. Если торгуешь внутри дня, тайминг. Что такое? N тайминг. Тайминг. Это время. Если торгуешь на минутке, на пятиминутке, для тебя это самый-самый важный момент. Тайминг. Время. Потому что вот здесь, например. Да, посмотрите сюда. Потрясающий технический сел. Идеальная сделка. Пробой уровни. Здесь мы слева видим наши 4-часовые уровни со старшего таймфрейма, который автоматом строит программа. Коррекция. Мы видим на восстановлении белый, затем черный бар. Вот здесь нужно продать сразу после закрытия этого бар. Но я на одну минуту опоздал. Да, и посмотрите. Вместо того, чтобы получить первый профит. Посмотрите, здесь take profit. Вот видите, прям буквально один тик. То есть вот она разница. Это очень-очень важно. Не просто так мы создаем правила, не просто так мы формируем соотношения, не просто так мы используем ротацию бар и так далее. Или трейлинг стоп. Очень-очень важно. Потому что если я вхожу прямо здесь, то я выхожу по второй позиции по нулям, а по первой имею деньги. А в результате я имею минус 10 минут 10. Минута времени. Еще раз, обращаю ваше внимание. Поэтому, когда ты торгуешь, ты не должен прыгать с таймфрейм на таймфрейм. Ты не должен думать, ой, надо мне входить или не надо. Ой, там, что мне, какой еще мне дополнительный критерий использовать. Не нужно анализировать, когда ты у экрана монитора, за исключением, если не торгуешь там часовые графики, четырехчасовые, либо у тебя примаркет. То есть ты готовишься к торгам. Если вы будете анализировать рынки в момент принятия решения, да никогда не будет системного подхода. Всегда будут лоссы, либо постоянно будут сожаления, разочарования. Почему я так сделал? Зачем я так сделал? Надо было так сделать. Вот и все. Мы четко знаем, что если пробуй уровня, коррекция, черный бар, если это движение вниз, то сцел сразу. Да, бывает такое, что опаздываешь, там, отвлекся и так далее. Но тем не менее, сейчас я акцентирую внимание на своих каких-то ошибках, моментах, упущениях, чтобы вы на свою торговлю взглянули немножко с другого ракурса и посмотрели, что нужно вообще убрать. Не добавить, а убрать, скорее всего. И убрать вот эти факторы, которые мешают вам сфокусироваться. Потому что, еще раз, успех в трейдинге, в фокусировке, не в том, что вы упорно пашите, изучаете рынок. Это не имеет никакого значения. И технический анализ сам по себе тоже. Потому что, ну вот сигнал, если ты чуть опоздал, все, ты там, не то, что лишаешься профита, но ты можешь недополучать эти профиты. Вот как в моем случае, мы видим, что рынок тут же развернулся. Это очень важно, соблюдение правил. Ротация бара, идеальный сигнал, бум, вот, вот здесь тейк профит. Видите, прям какой-то спред, наверное, даже спредом, это тут трудно назвать. Два спреда, цена не дошла. Полтора может спреда. И следующий сигнал, здесь минус 10, минус 10 получился. Один лосс и еще два профита. То есть, того три профита, один лосс. И то лосс такой, ну, незаслуженный, на мой взгляд. Золото. 900, кстати, я не помню, в начале говорил, 920 баксов получилось за вчерашний день, 4600 пунктов, объем 0,2 лот. Очень небольшой объем, потому что вот здесь большая, и я не могу взять большое. Точнее, я могу взять большой объем, но если будут просадки, они будут глубокие. Моя задача, когда у меня не идеальные условия на рынке, даже не впадать в просадку, а наоборот, просто находиться в точке нуля. А как только будут условия благоприятные, сразу капитализируются вот на таких движениях. Условия идеальные. Второй или третий день подряд по золоту, вот я делал обзор предыдущих торгов за первые три дня, понедельник, вторник, среда, обязательно посмотрите. Это большая часть сделок, которую я открываю с трейдерами в закрытом чате, особенно за последние три дня, понедельник, вторник, среда, и каждый из вас это может видеть, каждый из вас может в этом участвовать. Пропускать это через себя, эту визуальную информацию, то есть формировать вся картинку сделки. Это важнее намного, что мы думаем и чувствуем по поводу того, что может произойти экономики там или каких-то других факторов. Вот здесь, вот ты, вот сигнал. Принимаешь ты его или нет? Да или нет? Да или нет? На постоянной основе. А и посмотри, что творилось по золоту. Немножко вернемся к левой части графики, потому что вчера вообще по золоту, кто из вас торгует может быть с трех, там с полтретьего Москвы. Самое начало вот этого сумасшедшего движения, стрелочный, разворотная вершина, пробой минимума. Давайте посмотрите, какой обвал. Затем мы видим пробой уровня, про то, что я говорил, да? Большинство классных сигналов, когда начинается усиление тренда, приходят из зон консолидации, из выхода. Вот она консолидация, вот мы вышли. Ага, стартовая точка. Поиска ротации бара. Но здесь меня еще нет, потому что я прихожу около четырех часов. Затем мы видим новый импульс, уже второй импульс, снова коррекция, белый бар, затем черный. И вот здесь как раз то самое время для открытия позиции. Первый тейк профит и второй тейк профит. Это один из самых больших тейков был за последние две недели. 200 пунктов. Да, если мы торгуем объемом в один лот, это 2000 долларов. А за две сделки это 2800 долларов. Но мой объем 0,2 лот, поэтому у меня поменьше получилось. Идем дальше. Следующий трейд. Следующий трейд. То же самое. Посмотрите, следующий трейд. Пробой уровня. На этот раз мы пробили 15-минутный уровень. Коррекция. Снова белый и снова черный бар. Sell. Первый, второй тейк. Уже чуть поменьше. 90-65. Затем видим небольшая консолидация. И потом еще один сигнал был вот здесь. Но то же самое, как по евро. Цена находилась у очень важных зон поддержки. И я почитал, что этот трейд не самый актуальный с точки зрения техники. Потому что нет кармана большого. Там, видимо, рынок немножко прошелся. И тут же, как пушка, выстрелил обратно. И больше у меня сделок не было. Возможно, некоторые наши трейдеры взяли этот трейд. Это уже было ближе к кульминации торгов в чате. Не знаю, не уточнял этот момент. Но тем не менее, еще раз, когда условия благоприятные, ты можешь действовать более агрессивно. И нужно действовать более агрессивно. Когда рынок вот такой, в неопределенности, либо мы увидим какой-то флет, используй паттерны, торгуй слабые вершины, разворотные вершины, двойные вершины. Посмотрите, каждый паттерн, если он квалифицирован, это очень-очень хороший трейд. И посмотрите, как часто здесь происходит ротация бара, но нам здесь не нужно. То есть, вот этот критичный момент. Еще раз, давить туда, откуда приходят большие профиты. Вопрос, в каком состоянии рынка я нахожусь? Первое. Допустим, в потенциально усиливающемся тренде. Ты не знаешь, вот в этой точке пойдет дальше или нет, но ты предполагаешь, что если цена находилась в консолидации и мы пробили H4, M15, H1 уровни, вот здесь целый кластер, потому что у рынка есть тенденция, когда цена пробивает наши важные уровни поддержки и сопротивления, усиливаться дальше в том направлении, куда пробили. Откуда мы это знаем? Да потому что мы каждый раз это видим одно и то же в режиме реального времени. Либо каждый из вас это может увидеть у себя на графиках, отмотать налево и так далее. То есть еще раз, к чему вот это все? Коллеги, не к тому, что ой, какой потрясающий сигнал. Нет. А к тому, как нужно правильно организовать свое не только рабочее пространство, но и свой трейдинг, чтобы не тратить попусту энергию, не тратить попусту время на анализ лишний. Вам не нужно ничего анализировать, вам нужно четко знать, есть вход или нет, есть трейд или нет, в каких я условиях, какой мы паттерн, где мои соплосы, тейк профиты. У меня это все происходит автоматически. Раньше все, управление позицией, все было вручную. Это неплохо, но это требует очень много энергии и чаще всего ты либо упускаешь сделки, либо ты более субъективен, либо ты закапываешься в анализе. Здесь же ты торгуешь четкую картинку и все происходит автоматически без твоего собственного мнения, либо с минимальным собственным мнением, то есть снижается эмоциональный фактор. В общем, если вы хотите подключиться ко мне в закрытый чат, торговать по сигналам системы Кластер Трейдер, ссылка под этим видео. Всего доброго. Сегодня пятница, я постараюсь записать видео по живой торговле, если будет время, если нет, в любом случае будет обзор по итогам недели. Пока на текущий момент 2000 долларов, практически 2000 долларов, торгуя в основном ротацию бара, потому что на этой неделе очень волатильно и мы видим трендовые движения, поэтому ротация бара лучший сигнал пока. Посмотрим, что будет в пятницу. Хорошей вам торговли и до встречи на онлайн событиях, на онлайн мероприятиях. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok